Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я Бланка Вероника и вашему вниманию хочу представить работу на тему дисперсионные элементы, основанные на модифицированных линзе и решетке. В работе будут рассмотрены такие дисперсионные элементы, которые можно использовать в составе изображающего гиперспектрометра. Гиперспектрометры, которые достаточно давно появились, они были исключительно для использования с космическими аппаратами. Они были достаточно тяжелыми и сложными устройствами. В настоящее время такие устройства трансформируются в приборы для массового использования. Появилась потребность разработки гиперспектрометров для использования их с беспилотными летательными аппаратами и на поверхности Земли, а не только на космических аппаратах. Требования к созданию таких устройств не только такие, как для гиперспектрометров космического базирования. Если там добивались максимального разрешения по спектру и пространству, не обращая внимания на стоимость и сложность таких устройств, то для гиперспектрометров для беспилотных летательных аппаратов и наземного базирования нужен разумный компромисс между стоимостью и оптическими характеристиками. В настоящий момент времени есть достаточно много публикаций, в которых описываются компактные гиперспектрометры с относительно невысоким спектральным и пространственным разрешением. Гиперспектральные камеры с успехом применяются в различных отраслях и сферах деятельности, например, в дистанционном зондировании Земли для создания картографии почвы и озер лесов, в медицинской диагностике для проведения операций, в сельском хозяйстве для обнаружения сорняков и болезней растений, а в экологическом же мониторинге для обнаружения выбросов атмосферы. Более перспективными выглядят идеи совместного использования дифракционной линзы и дифракционной решетки, которая была предложена группой китайских ученых. Также в составе гиперспектрометров используются такие дисперсионные элементы, как линзы Френеля и Оксиконы. В годы развития гиперспектрометров появилось достаточно большое количество таких конструкций. Так на слайде представлены наиболее компактные схемы таких спектрометров. На слайде сверху представлен спектрометр на основе телескопической системы, в фокальной плоскости которой расположен дисперсионный элемент. Такая схема является наиболее простой и недорогой, поскольку все элементы являются стандартными. На слайде слева снизу представлен изображающий спектрометр на основе узкополосных фильтров, а на слайде справа Снизу уже не изображающий спектрометр на основе дифракционной линзы и дифракционной решетки, описанной в статье Янга. В этой статье был описан элемент, который был изготовлен на одной стеклянной подложке, но с разных сторон. В 2015 году нашей группы был рассмотрен гиперспектрометр на основе дифракционного оксикона. Такой гиперспектрометр на основе телескопической системы в фокальной плоскости содержит дифракционный оксикон, а на входе кольцевую щелевую диафрагму. Для эксперимента был изготовлен дифракционный оксикон по технологии прямой лазерной записи на фоторезисте. Запись осуществлялась по фоторезисту толщиной 2 микрона на глубину 1,3 микрометра. Оксикон диаметром 20 мм с периодом 10 микрон. Входной объектив расположен на таком расстоянии, чтобы апертурный угол был равен примерно 1,1 радианы. В этом случае на оксикон попадает практически плоско-параллельный пучок. То есть свет от кольцевой диафрагмы попадает на небольшой участок оксикона, и поэтому оксикон работает как дифракционная решетка. Таким образом, свет от кольцевой диафрагмы раскладывается в спектр, на основе которого в дальнейшем как раз таки можно и восстановить гиперкуп. На слайде справа снизу представлена функция рассеяния точки для такой системы. Здесь на слайде снизу можно видеть как раз таки слои гиперкуба на длинных волн 400 нм, 450 и 500 нм, которые были восстановлены из изображения, расположенного на слайде сверху справа. На рисунке слева приведено изображение, полученное в эксперименте, при помощи гиперспектрометра, основанного на оксиконе. На нем видно спектральное разложение, и на основе этого спектрального разложения можно получать как раз таки гиперспектральное изображение. Но в связи с тем, что объектив расположен так, что операционный угол должен быть равен примерно 1,1 радиан, то такая схема получается достаточно вытянутой, и использовать такую схему становится не всегда удобно. В 2018 году была рассмотрена наиболее интересная схема, уже на основе гармонической линзы с дифракционной решеткой в одном микрорельефе. Гармоническая линза с дифракционной решеткой были записаны на станции лазерной записи по фоторезисту, фокусное расстояние линзы 120 мм в период решетки 10 микрон. На слайде снизу представлен сам внешний вид этого элемента и рельеф, полученный на интерферометре белого света Дзайга. А на слайде сверху можно видеть оптическую схему и лабораторный макет этого гиперспектрометра. На слайде представлены изображения, полученные при помощи этого гиперспектрометра, и из рисунков видны спектральные распределения набора точечных источников в нулевом плюс-минус первых порядках. Из этого изображения сформированного линза решеткой видно, что она работает и как элемент строящей изображения, и как дисперсионный элемент. Такая схема является наиболее компактной и удобной в использовании, но в такой схеме используются также неосимметричные элементы, которые приводят к аберрациям. Как было сказано ранее, нами был рассмотрен оксикон, и было показано, что функция рассеяния точки одинакова по всему углу относительно оптической оси, но при этом функция рассеяния точки достаточно широкая, так как мы находимся в неосевой области, где достаточно сильные аберрации. Также нами был изготовлен элемент, у которого в одном микрорельефе сочетались гармоническая линза и дифракционная решетка, что позволяло получить гиперспектрометр лишь из одного элемента. На основе проведенных экспериментов и рассмотренных схем, изображающих гиперспектрометров, появилась новая идея. Во-первых, использовать оксикон, а во-вторых, использовать объединенный элемент. Поэтому был изготовлен элемент, который представлен на слайде. На слайде сверху представлен внешний вид этого элемента, это дифракционно-оптический элемент, который сочетает в себе траэдальную линзу с оксиконом в одном микрорельефе. На слайде справа уже представлен рельеф траэдальной линзы с оксиконом, снятый на интерферометре белого света Дзайга. Также следует заметить, что этот рельеф снят от центра краю подложки. На основе этого элемента была собрана экспериментальная установка, которая представлена на слайде сверху справа. Слева, а справа как раз-таки лабораторный макет. Первые эксперименты проводились непосредственно для демонстрации работы того, как работает этот элемент, то есть траэдальная линза с оксиконом. Как можно видеть из изображения, расположенного слева на слайде, элемент сфокусировал световое кольцо, а сам оксикон уже раскладывает в спектр. Также обратите внимание, что в осевой области сформированы изображения. Это свойства оксикона. На следующем слайде будут приведены изображения, которые сформированы этим элементом. Первые два изображения – это светотехническая таблица, а крайнее правое изображение – это уже структурированный источник. Как можно видеть, изображение достаточно неплохого качества в сравнении с изображениями, получаемым оксиконом. Для получения спектрального распределения каждой отдельной точке необходимо, чтобы траэдальная линза работала как цилиндрическая. А это можно получить путем добавления обычной рефракционной линзы в схему. На слайде представлено спектральное распределение от системы световых точек, полученные при помощи траэдальной линзы с оксиконом и рефракционной линзы. И оценивая ширину этого спектра, можно говорить о допустимом спектральном разрешении в 25 каналов. Эта система получилась очень компактной, но для дальнейшего исследования необходимо изготовить лабораторный макет уже в корпусе, с четко сцентрированными элементами в нем, так как любая неточность в расположении приводит к искаженным результатам. Основные результаты представлены на слайде. Спасибо за внимание.